Модели андрогины Впервые увидев эту молоденькую блондинку модельной внешности, многие мужчины тут же влюбляются и начинают узнавать ее номер телефончика, пока не узнают, что оказывается эта красотка австралийский мальчик. Андрей Пежич прославился в мире моды своим невероятным сходством с девушкой. Лет в 14 я отрастил длинные волосы и со мной на улицах тут же стали заигрывать мужчины, но они обычно быстро понимали, что ошиблись. Таких моделей, как Андрей, называют андрогинами. Эти молодые люди открывают показы женской моды. На подиумах, плечом к плечу с моделями прекрасного пола, вышагивают на 15-сантиметровых каблуках, а их фотосессии в платьях от кутюр воспринимаются как обычное дело. Я и в повседневной жизни часто ношу женскую одежду, каблуки, но макияж делаю только на подиуме. Я же не трансвестит, я люблю естественность. Типаж таких трансвеститов мне не нравится. Я люблю другой типаж трансвеститов. Российским прототипом Пежича называют ржеволосого манекенщика Данилу Полякова. Он в свое время не оставил равнодушными таких титанов моды, как Джон Гальяна и Жан-Поль Готье. На фотосессиях он наряжается девушкой. Может быть, это сделало Даню лицом бренда Ферре. Плюс леди боев в том, что они молодые. Потом они взрослеют. Ты как не крути, ты будешь выглядеть как взрослая женщина, как старая женщина, как крутая, красивая старая женщина. Но не молодая. Тем временем критики предрекают женоподобному Андрею Пежичу небольшой срок модельной годности. То смешение женского и мужского начал, от которого сейчас в неописуемом восторге главные дома моды, через пару лет может им наскучить. Тогда и придет время, чтобы этот нежный югослав самоопределился. Юлия Бабурина, Александра Куцевол, Алексей Широков. Про новости.